Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Мне что-то мысль такая скользнула. Вот раньше мы даже не могли себе представить, что так вот можно было интернетом и так далее. А возможно со временем как-то вот просто включайте какую-то конструкцию и вот я, скажем, не просто на экране появляюсь, а вот так целиком, да, бесплотный какой-нибудь. А может быть потом и воплоти. Интересно, правда? Так, ладно. Что у меня тут? А, первое у меня, знаете что, в последнее время почему-то очень много улетает в папочку, много ваших комментариев улетает в папочку Health for Review. Это значит, ну, для проверки что ли, да? Вот. Ну, спам не так много, а вот для проверки, причём самое обычное, без ссылок, без ничего, как говорится. Не знаю почему, вот это сегодня так. Сегодня, вчера уже начиналось. Так что, если у вас комментарий сразу не прошёл, ну, подождите, потерпите часок, как говорят про Чикаго. Если вам не нравится погода, потерпите часок. Ещё про Амстердам так говорят, кстати. Ладно, заболтался я. Опять, слушайте, опять очень хороший комментарий. У меня есть ролик, простой, эффективный метод борьбы с изжогой. Я там всего-то делов показываю точку Хэгу, да? Ну, я вам ещё раз её показываю. Вот так вот пальчик делаете, да? Вот так вот делаете, и вот здесь вот бугорок появляется, да? Вот он, этот бугорок вот так. Вот. И сюда давите, и изжога проходит. Я на себе попробовал. После самого первого урока, вот, ну, я когда ходил на курсы, самый первый урок он нам эту точку показал, преподаватель. Я попробовал у себя, у меня как раз изжога была. Да, хорошо. Вот. Так что и вот комментарий сам по себе, да, интересный. Марина пишет. Доча 7 лет с изжогой на фоне рефлюкса плакала прям. Выходные лекарств нет. Попробовали этот метод. Реально помог. Малая прям попросила лайк поставить. Спасибо, док. Подписка и сердечко. Ну, я очень рад, конечно. Очень рад тут дальше тоже вот помогал. Ещё кому-то эффект есть. Спасибо. Так скромненько. Ну, эффект есть. Хорошо. Удивительно, я сделал этот приём, и изжога правда ушла. Попробуйте. Не только от этого. От головной боли, от зубной боли. Всё, что выше пупка. Ну, у меня тут вот пупок, да, не стёртый, между прочим. И вот так вот выше всё. Любая боль, хагу снимает. Ну, в частности, изжогу тоже. Это же желудок. Так, а желудок у нас выше пупка. Ну, дальше новости, да. Длинный будет ролик. Запасайтесь попкорном или семечками. Потому что у меня в конце ещё будут вставочки от моих помощников. Экс-депутат Рады предложил отпраздновать 450-летие сожжения Москвы. Молодец. Вот молодец какой. Да, 450 лет. Таким образом, Чубаров, это бывший депутат Верховной Рады и глава Меджлиса крымско-татарского народа Арифат Чубаров, предложил отпраздновать. Таким образом, он решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боёв в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в 16 веке. А, это это, а я думал, когда это, когда Наполеон нападал. Ну нет, это позже было, это 1812 года война, да, тогда Кутузов предложил. И вообще, вот сейчас это предложение очень часто вспоминается. А правда, что нужно сжечь Москву, чтобы спасти Россию? Ну да, вот может быть так. Ладно, хорошо, посмеялись. В ЦБ рассказали о новых схемах пенсионных выплат. Ну я, ребят, я не буду рассказывать, тут длинная статья. Ну опять вас ограбят и всё. Делов-то куча. Известие. Крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах. Почему, не знаю. У нас в крупных магазинах бывает такое. Вот, ну так вообще, ну кредит, он есть кредит. Чё его, специально, чё-то куда-то лезть? Не знаю. Да, в магазине. О, я фотоаппарат свой купил, Олимпус, как раз через кредит. А, ну тут выдавать. Я просто тебе в кредит купил в магазине. Вот. Ну, наверное, это как раз это имеется в виду. Фиг его знает. Ну, в общем, запретили. Ладно. Так, Меркель заявила о необходимости достроить Северный поток-2. Ну, она, собственно, по этому поводу и ездила. Ну да, да. Нужно, конечно, нужно. А вот американское покупайте теперь. Потому что всё, Северный поток-2 провалился. И там 90% что ли они загрузили, да? Как это компьютерчик говорит, полез в холодильник, посмотрел. Масло 80%. Думаю, ну пускай догружается. И положил назад. Так, хорошо. Сказали. Тем на самом деле оказалась простушка из Подмосковья, выигравшая миллиард. Ну, я вам уже рассказывал, да? Я в самый первый день буквально там на Новый год сказал, что вот кто-то выиграл. Ух ты, миллиард. Вот. И уже рассказывал о том, что это всё не так просто. Ну, вот ещё раз, да? Тут легенда, значит, что покупка стоялась. Значит, за 7 минут до закрытия точки продаж, сказка и так далее. Бла-бла-бла. А вот дальше, интересно, обладательницей суммы денег оказалась отнюдь непростушка из Подмосковья. Вся семья её плотно соприкасается со 100 лото через армянские связи. Ну, понятно всё теперь, да? Я это лишний раз скажу, потому что, ну, не верьте этому. Вообще в лото не играйте. И выигран не играйте в компьютерные в России, если за деньги, потому что там обманут. Вот у нас казино, они нормально работают. Там можно выиграть. А в России везде обманывают, а уж казино тем более. Чёрный хлеб в России может подорожать. Ну, у меня со смеха уже дальше хуже всё хуже, да? Исторически крайне низкие запасы. Очень плохой урожай ржи в 2019 году привёл к стоимости ржи и муки из неё. Воловой сбор ржи в 2019 году в России составил 1,4 миллиона тонн. Это минимальный урожай более чем за полвека с 1965 года. Да, вот в те времена тоже. Как раз при Хрущёве-то и хлеба-то и не было, да? Кукурузу всё сажали. Ну, и так далее. Цены на рожь будут расти. И, возможно, будет ржаная мука будет заменена на муку второго сорта. Ну, второй, как, восьмой, не последний, да? Третий сорт не брак, второй, восьмой, не последний. Да, плохо это. Черепаху с регидарным Либидо возвращают на Галапагостские острова. Короче, там на Галапагостских островах вымирали весь вид вот этих черепах. Ну, большие черепахи, огромные. Вот, оставалось там всего-навсего, там что-то два самца и 12 самок. Вот, а он, в общем, помог восстановить популяцию на острове до 1800 особей, почти половина из которых является его потомками. Во, молодец! И вот 80 лет он жил в зоопарке, и вот 80 лет непрерывно он, ну, так сказать, занимался самками. Вот сейчас его выпустили на пенсию, ему сейчас около 100 лет. Вот, ну, и он там, и опять его назад отвезли. И будет уже, как говорится, там полоскаться не в зоопарке, а уже на воле. На Аляске спасли мужчину, который выживал на морозе 22 дня. Он жил, в общем, у него искра от дровяной печи. Сгорел дом, а он там один жил, далеко-далеко. И вот ему удалось спастись от огня и прихватить с собой немного припасов. И вот потом он, первые дни он сделал снежную пещеру. Да, там температура выше, гораздо выше, чем в окружающей среде. Потому что снег очень плохой теплопроводностью обладает. Вот, потом он собрал из остатков сгоревшего дома укрытие. И вот он, значит, это... А, знаете, что он сделал? Он нарисовал СОС, надпись на снегу. СОС рядом с укрытием. Мы вот заметили военнослужащие, ну, видим самолета. Отправили тот район спасать на вертолет. 22 дня он без... Ну, представляете, холодно же, да, на Аляске. Ну, и вот его спасли. Молодец. Генпрокуратура Украины переквалифицировал дело о сбитом Боинге. Теперь это не просто авиакатастрофа, а умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета. Фига себе. Так, ладно. В США 11 человек погибли из-за бушующих торнадо. Да, ребята, у нас торнадо, торнадо, как здесь их называют, в Техасе. Из-за буря обледенели дороги. В Луизиане паровым ветром на частный дом уронило дерево. Перевернуло трейлер в штате Оклахома. Ну, далеко всё от нас. Внезапная буря вызвала наводнение. А у нас, я говорю, сегодня снег вот пошёл. Вчера ветер был жуткий. Вот сейчас, ууу, минус пять уже. Говорит, хорошо бы на лыжах покататься. Ну, ребят, мне сейчас некогда страшно. У меня через месяц экзамены, я сдал уже один. И мне ещё два, я хочу два сразу сдать. Я третий уровень сдал. Теперь мне нужно второй. Но второй я выучил, знаю, хорошо так, уверенно, да. Вот. А первый уровень там вообще, там, я говорю, там сплошной космос. Там как связываться через спутники, апогей-перегей, как связываться через Луну, какие есть протоколы. Это очень сложно. Ну, долблю сейчас потихонечку. Так. Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-убийцы. Какой-то военный спутник. Он там всё болтался по орбите. И приставал к другим спутникам. Ну, вот, в конце концов, видимо, его грохнули. Вот. И, в общем, обломки летят. Десять обломков спутника. Космос 2491. Ну и хорошо. Так. И твиттер. Немножко твиттер. Самолёт Ангела Мелькель облетел территорию Беларуси на пути в Москву. Беларусь, конечно, не Иран, а Лукашенко не Хаминни. Ну, мало ли что. Вот это да. Да, облетело вот совсем. Такой крюк сделало большой. Через Латвию летел, Литву. Да. Ладно, хорошо. Так. Из-за протестов премьер-министр Франции заявил, что правительство готово отменить предусмотренное повышение пенсионного возраста. Хорошо, что в России никто не протестует против повышения пенсионного возраста. Значит, будут ещё повышать. Да, ребята, да, да, да. И комментарии для протестов нужны люди, уважающие себя. В России сегодня, к сожалению, таких мало. Неизвестному гению с ленты РУ удалось придумать заголовок, исчерпывающий, описывающий почти весь путинизм. А я в прошлый раз, между прочим, тоже обратил внимание и рассказал вам. Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский. Ну да, там какой-то генерал, доктор военных наук выступал, что у нас такой корабль. Ну, правда, его нет ещё. Да. Вот оно, вот оно. Так, ладно. Вы не перебарщивайте с похвалой иранских властей. Так бы они и признались, если бы их не снимали спутники в режиме онлайн и не ткнули мордой в доказательства. И ролик, ребята. Что да, действительно, всё. Вот, вот, вот оно. Да, нифига себе, ещё кусочек. А знаете, почему Кремль бесится из-за признания Ирана о сбитом Боинге? Потому что при расследовании выяснится, что российский ракеты в самолёт запустил российский инструктор, который прилагается к любой проданной России железяке. Да, ребята. И во Вьетнаме то же самое было. Сбил тебя наш лётчик Лисицин. И здесь то же самое. Да. Так. Ещё. Двое ведущих телепропагандистов под давлением общественности подали в отставку из-за публичной лжи о крушении избитого их страной Боинга. Если что, это были новости из Ирана. В Иране двое ведущих, да, уволились к чертям. Величайший из ныне живущих русских писателей отказался представлять Россию на главной международной книжной ярмарке. Он не хочет представлять, в кавычках, дальше страну, где власть захватил коррумпированный путинский режим, а государство – это просто воровская пирамида. Вот так. Не знаю, вообще там фамилия есть, но я просто его не знаю, этого писателя. У замначальника таможни по энергетике Российской Федерации дома под полом около 100 миллионов долларов наличными и около 18 тонн золотыми слитками. Всех переплюнул. И кадровика из МВД, и Черкашина из ФСБ со своими миллиардами. Да, ребята, это вообще что-то страшное. Вот тут ролик крутится. Кошмарное количество денег. Ой-ой-ой. 100 миллионов долларов наличными и 18 тонн золотыми слитками. Это я вообще даже, представьте себе, не могу, сколько там. Так. В японском учебнике русского языка больше правда, чем во всех российских СМИ. Посмотрите картинку. Я вообще, я прибалдел. Посмотрите картинку. Я сейчас вставлю. А после картинки у нас опять поёт Марианна. Очень хорошая песня Куджавская. И после Марианны у нас самоделки на наш... Вот так интересно. Ролик называется «Станки самоделки и закон Парета для ДВ». Это ботинские помидоры наш Юсиф показывает. Я прям засмотрелся. У него простенько. Так, даже немножко грубовато. Ну, всё отлично. Всего хорошего, ребята. И до обеда. С вами доктор Влад. Пока-пока. Сейчас вот картинка, наверное, будет, да? А потом вот это вот. Или я раньше... Не, я её раньше поставлю. И вот сейчас смотрите песню и Юсифа. Пока. Неистов и упрям Горит огонь, гори На смену декабря Приходят январь Нам всё дано сполна И радости, и смех Одна на всех, луна Весна одна на всех Дожить летав до тла А там пускай ведут За все твои дела На самый страшный суд Пустя оправдания нет И даже век спустя Семь лет один ответ Один ответ пустяк Неистов и упрям Горит огонь, гори На смену декабря Приходят январь Нам всё дано сполна И радости, и смех Одна на всех, луна Весна одна на всех И радость, и смех Одна на всех, луна Весна одна на всех, луна Весна одна на всех, луна Веснана Луна, весна одна на всех. Всем доброго дня! Вы на канале Бакенские помидоры. У каждого из нас бывают творческие порывы. И для реализации их, например, вот такого вот парняка. Или вот такую вот рамку оригинальную. Камушки из Черного моря из города Батуми. Или вот такие вот игрушки. Вот такого вот парняка. Которые я показывал неоднократно. Или для реализации ветрогенератора. Или для реализации гидропонной установки, которые у меня находятся в парняке. Или вот такой вот штуки по вытаскиванию за нос. Я ее называю. Очень удобно. К сожалению, такие вещи невозможно сделать вручную. Нужны станки. И сегодня я вам расскажу о станках. Станках-самоделках. Поскольку покупать станки это слишком дорого. Идемте в мой гараж. Вы находитесь у меня в гараже. Вот у меня имеется ряд станков. Парк целый станков. О которых я вам хочу рассказать. Без них просто невозможно что-то сделать. Самый главный, основной, это вот мой верстак. Не просто верстак, он универсальный верстак. Что здесь имеется? Давайте по порядку. Так. Самое основное это циркулярная пыла. Вот она выходит. С помощью вот этой рукоятки. Которую можно и поднять. И опустить ее. Вот так. Заходит довольно таки высоко. Где-то миллиметров 70-75. Для циркулярной пилы обязательно нужно вот такое приспособление. Чтобы резать например под 45 градусов. Или под любым другим углом. Выставляем угол и режем. И вот такое вот приспособление. Друзья мои, здесь ничего сложного нету. Много вариантов таких. Очень красиво вы видите. Но я опять хочу сказать. Все это по закону Паретто. Я не собирался тратить много усилий. На выполнение вот этих всех работ. То есть до лоска, до идеального состояния. Я не доложу свои инструменты. Здесь можете критиковать. Я с вами согласен. Но главное результат я считаю. Да, в точности я проигрываю. Но я выиграю в цене и во времени. В цене и во времени. Особенно во времени. То есть есть такой параметр. Цена, качество. В моем случае это время, качество. Есть еще одна майн. Для микроработ. Вот такая вот циркулярная пила. Которая тут же с помощью рукоятки выходит. Кроме этого, лобзик. Который имеет вот такую вот конструкцию дополнительную. Это обычный лобзик. Сейчас я вам все покажу. Но он имеет вот дополнительную конструкцию. Направляю, чтобы пилка не шаталась. И вот этой лапкой мы опуская прижимаем деталь. Чтобы она не прыгала у нас. И фреза. Вот фреза. С помощью которой можно фрезеровать детали. Сейчас я вам покажу ее. Как она выдвигается. Так. Фреза имеет вот такой вот лифт. Сейчас я вам покажу его. А выдвигается она с помощью шуруповерта. Шуруповерт нужен обязательно. Вот так. Вот так. Поднимается таким образом. И опускается. Вот. И закрывается. Ну а вот так эта штука поднимается. Очень просто и легко. Для обслуживания. Здесь имеется вот такая вот. На всякий случай. Чтобы не опрокинулась. Вот он лифт. Все сделано. Грубо. Грубо. По колхозному. Но об этом я буду говорить позже. Почему я так делаю? Не потому что не умею. Потому что это очень дорого. Здесь как раз и работает закон Парретта. Которым я расскажу чуть позже. Вот она выдвигается. Опускается. Здесь петли у меня. И здесь петли. Конструкция очень простая. Этот лобзик. Все сниматься может. И фреза. И вот эта циркулярная пила. Ну а этот. Это пила. Я ее купил по глупости. А здесь она работает хорошо. В быту она почти бесполезная вещь. А здесь она работает очень хорошо. Шнуры вот так закручены. Здесь все. Ну и выключатель. Блок выключателей здесь. Включать розетки дополнительные. И это снизу находятся вилки. Как показать мне. Снизу вот вилки. Для того чтобы подключать сами приборы. Очень многое я взял с интернета. 90 процентов. Многие скажут что верстак не законченный. Не покрашенный. Сделан коряво. Соглашусь. Но это по закону Парета. Друзья мои. 80 процентов успеха. 20 процентов усилий. Если заканчивать до конца. Я бы мог бы сделать только один верстак. Не все. А мне нужны были все эти приборы. Вот еще один станок. Это лобзик. С помощью которого я делаю разные игрушки. Я прочел. У многих. Есть в интернете лобзики. Как делают самодельные. Более качественные. Более лучи. Но опять вопрос. Время качества стоит. Вот он как работает. Здесь стоит тоже старый шуруповерт. Вот такой вот переходник. Единственное мне достался по наследству. Вот. И лобзик вот так вот работает. Ничего сложного. Вот. Обязательно нужна вот эта лапка. Вот эта лапка. Чтобы это. Ну и сейчас здесь скорость маленькая. Можно подать побольше. И будет работать более интенсивно. Из основных станков. Которые я сделал. Без которого невозможно обойтись. Это вот. Сверильный станок. Вот так он работает. Вот. Довольно таки большой ход. Здесь имеется. Лампочка. Для подсветки. А обязательно нужно. И. Заключатель. Все очень просто. Элементарно. Дрель старая. Советская. У которой ручка отломалась. Вот. И здесь еще одна есть фишка. Это уже мое приспособление. Вот я такие магниты креплю. Очень удобно. Очень удобно. Чтобы крепить разные инструменты. С разной детали. Сюда быстренько. Раз. Не заморачиваясь. И вот еще один станочек. Считаю удачным. Очень элементарный. Но очень полезный. Очень полезный. Вот. Шкурка здесь оклеится на скотч двусторонний. Это очень удобно. Очень просто. Ничего сложного. И вот две такие запасные. У меня одна здесь стоит. Уже старенькая. Но ее можно почистить. Кстати щеткой металлической. Очень легко чистится. Несколько раз можно почистить. Она опять работает. И потом тремя болтами. Крепится это. Ничего сложного нет. И вот еще одно приспособление для заправки пилы. Для циркулярной пилы. И для заточки ножей обычно. Тоже ничего сложного нет. Единственное здесь есть направляющая. Вот такая вот. В интернете есть разные варианты. Для заточки пилы попроще. Но мне вот это очень нравится. Один раз настроив его. Можно прекрасно затачивать пилы. Вот таким вот образом. Спасибо. Вы были на канале Бакинские подминдоры. Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады всем. Правильно скотч? Да. Хороший мальчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok